Дорогие коллеги и посетители Кэмпа, радостно видеть тех, кто был у нас уже один раз на нашем таком мероприятии. Мы сегодня поговорим, вот Леша когда рассказывал про нашу программу, он говорил о том, что я буду рассказывать про то, как Ассия что-то освещает. Вообще-то не совсем, мы все-таки решили отойти, но что я буду рассказывать про свое агентство, любимое, конечно. Но тем не менее, гораздо интереснее, мне кажется, поговорить о каких-то опорных моментах про освещение в СМИ и о тех, ну как мне кажется, удачных подходах и неудачных подходах, которые уже находятся в поле медиа и в отношении этой непростой темы. И, ну, во-первых, давайте, да, скажем друг другу честно, что сейчас никакого большого количества и пласта информации, которые присутствуют в нашей медийной сфере о редких заболеваниях нет. Нету, ну, можно копать дальше у нас, да, к сожалению, в принципе, с социальными темами в журналистике, с освещением подобного рода тем непростых в больших, то, что называется, СМИ традиционных. Ну, и, собственно говоря, к сожалению, даже в новых медиа, которые в большей мере сейчас ориентированы на общественную активность, и понятно, что социальная журналистика сейчас фактически выдавлена вот в эту интернет-среду, ее, к сожалению, нет. Поэтому, ну, не то чтобы это совсем чистое поле, но, тем не менее, сказать, что можно опираться на какой-то вот такой постоянный медийный опыт, особенно в той точке, в которой мы сейчас с вами находимся, с точки знания проблемы, с точки развития некой общественной активности, которая все-таки происходит вокруг этих тем, ну, вот сложно. И вот в этих условиях, ну, тем не менее, есть успешно действующие общественные организации, есть, тем не менее, энное количество уже сложившихся таких традиционных историй в медиа, и даже есть некоторый пул журналистов, которые все-таки пишут с большей или меньшей регулярностью об этой проблеме. Да, их вот можно пересчитать, вот, не знаю, наверное, всех их знаю в лицо, может быть, еще где-то есть в регионах, которые неизвестны, ну, будем надеяться на это. Какие-то самые опорные вещи, я думаю, что лучше и интереснее разбирать на примерах и говорить про то, как действительно это влияет и могло бы влиять на аудиторию. Вот, когда ребята рассказывали из бюро Верстак про планирование проектов, там были правильные слова про целевую аудиторию, про все остальное, но я просто перечислю несколько, как мне кажется, основополагающих вещей, от которых просто я оттолкнусь, когда буду приводить конкретные примеры. Ну, конечно, давайте сузим немножко сферу, вообще не вообще в сфере медиа, мы будем говорить все-таки о средствах массовой информации в большей мере. Давайте попробуем говорить о средствах массовой информации традиционных и интернет-СМИ. И когда, например, мы как информационное агентство получаем релизы от некоммерческих организаций или от государственных структур, которые пишут нам про эти проблемы, первое, что мы, конечно, хотим там увидеть, это информационный повод. Да, и для нас важно, чтобы это было, то есть, если вы хотите протолкнуть какую-то информацию, важно, чтобы он наличествовал. Причем информационный повод, это не обязательно, например, 29 февраля. Это, конечно, отличный информационный повод, и 29 февраля очень многие СМИ отпишутся про эту тему, ну, потому что вот есть повод. Эти поводы нужно иметь формировать, да, и искать в деятельности своей организации, в тех результатах, которые вы достигли или не достигли, в той интересной статистике, которую вы нашли, возможно, за рубежом, но вы готовы ее прокомментировать и сравнить и так далее. Во-вторых, что нужно иметь в виду, это, конечно, тип средств массовой информации, и вот здесь, ну, долго я об этом говорить не буду, речь идет о том, что это, да, радио, телевидение, или вы пишете в газету, или вы обращаетесь в интернет-СМИ, это такие, как будто бы, азбучные истинные, но, тем не менее, иногда тоже приходится с горечью констатировать, что релизы, которые мы получаем, явно были предназначены для каких-то больших печатных изданий, а не для интернет-агентства. Просто это не наша история, потому что это не тот формат. Направленность и редакционная политика издания, безусловно, тоже это касается, прежде всего, того, насколько само издание вообще готово поднимать подобные проблемы в рамках своего формата. Ну, а если уж вы хотите построиться под формат, то как это сделать? Если вы хотите, чтобы деловые газеты, ведомости или коммерсант писали о такой проблеме, как редкие заболевания или освещали какой-то острый вопрос, то, значит, нужно найти в повестке дня такую зацепку, которая могла бы развернуть эту тему, ну, или подавать под те материалы или рубрики, которые уже существуют в этих газетах. Для этого их нужно, конечно, изучить. Ну, и вот последние два пункта, о которых, наверное, в большей мере сейчас будем разговаривать, это, собственно, про качество информации, как мы их подаем, и то, что относится в большей мере к этому самому мероприятию нашему, потому что то, о чем сегодня и завтра мы все будем вместе работать в творческих таких группах, это вот как раз поток, как бы качество не потеряв, и интересно донести и подать вот эту самую информацию с помощью медиаканалов различных. Ну, первое, что хочется порекомендовать, это, конечно, уход от крайностей. И видно или мне нужно зачитывать? Видно, отлично, это очень хорошо. Крайности бывают разными. Про одно уже говорили тоже ребята, когда рассказывали про шаги в разработке проекта. Одна из крайностей – это эмоции, жалости, все, что относится вот к этому, к этому пласту. Когда заходишь на сайты общественных организаций, к сожалению, это та эмоция, которую сразу осознанно или неосознанно пытаются выбить из пользователя, автора этих ресурсов. Это может быть и визуальный ряд, да, там какой-нибудь ребенок грустный с голубими глазами, который смотрит на вас так, вот что, вот, ну, собственно, вы на него с удовольствием посмотрите, но дальше вопрос, дальше вопрос, поймете ли вы о чем это. И это сообщение на сайте одной из некоммерческих организаций, вот эта цитата, если вы видите. То есть это абсолютно такая вот история про то, как бить на жалости, как, мне кажется, и, в общем-то, многим моим коллегам, которые не берут подобные сообщения, и, в общем, изначально таких релизов не читают, да, рассказывать о какой-либо болезни. Другая история, это когда, другая крайность, это когда вы понимаете, что вам нужно вообще-то не только про эмоцию, а донести какую-то, правда, информацию о болезни, о деятельности вашей, о каком-то термине. И тут есть другая крайность. Вы можете сделать это таким языком, который не позволит понять и увидеть за этим сути. Релизы, которые мы получаем, вот этот релиз, насколько я помню, он был от какого-то официальной структуры. Это была одна из конференций, по-моему, в прошлом году, которая проходила, кстати, при участии тоже общественных организаций. И, ну, понятно, что, во-первых, то, что они пытались объяснить, они никак не объяснили, потому что термин через термин не объясняется, да. А, во-вторых, понятно, что за такую историю очень сложно увидеть сути проблему, и это другая крайность. И вот есть, смотрите, вот неочевидная история из сообщений НКО про турнир, да, который был посвящен помощи детям с мукоэсцидозом. Вот вроде бы, ну, да, формально это про некое действие, это про некоторую акцию, которую даже неподготовленная аудитория понимает. Но, с другой стороны, что вы после этого понимаете про мукоэсцидоз, если вы вообще никогда с этим не сталкивались? А вот, собственно, это сообщение имеет все шансы быть распространенными в широкой печати, то, что называется, да, потому что здесь есть информационный повод, здесь есть некоторое наличие героев, ну, и еще много разных условий, которые здесь могут быть. И вот на что пойдут собранные средства, поймет ли это человек, который никогда тоже не сталкивался с этим? И вот оставлять вот это в подвешенном виде, а это было оставлено, к сожалению, в подвешенном виде, это, конечно, тоже неправильно, это тоже крайность. Как сделать так, чтобы и информационный повод не потерять? Интересно, например, рассказать о мероприятии, но при этом обязательно дать информацию. Но одна из самых простых историй – это наличие справочного материала, который вы прилагаете. То есть вы не в релиз это включаете, вы не пытаетесь сделать так, чтобы сразу в тексте и досконально это все было проговорено, а вы выносите это как бы за скобки основного информационного сообщения. И тогда оно формирует собой, ну вот, некоторый вот этот более-менее интересный информационный повод или какую-то историю, но при этом выполняет вашу задачу, объяснение. Еще один вариант – это, конечно, визуализировать. Ну вот те, кто был на первом нашем хакатоне, помнят историю с разработкой вот этого прекрасной инфографики про Порфирию. И в данном случае наглядность – это то, о чем в том числе будет и вот этот хакатон. Если говорить на уровне уже текста и посмотреть на те материалы, которые выходят сейчас в ряде средств массовой информации о редких заболеваниях, все-таки выходят. Я вот в своей небольшой презентации буду трех человек цитировать, трех журналистов. Вы можете найти, ну вот я там всего 5-6, наверное, вот знаю которых, с удовольствием читаю по этой проблеме. Буду цитировать Елену Ванину, буду цитировать Светлану Рейтер и буду цитировать Валерию Панишкину. Вот, собственно, это из статьи Елены Ваниной. По-моему, это было на такие дела, да, и одновременно пошло в большой город. И это, ну, видно, да, опять же, не надо мне рассчитывать. Это вот про то, как объяснять, собственно, суть явления. Когда объясняется не через набор медицинских терминов, а через то, как человек это ощущает. Наверное, если бы посадить напротив журналиста медицинского специалиста, то медицинский специалист разнес бы в пух и в прах. Подход, да, там какой-то там эмоциональный, еще какой-то. Но для объяснения сути, если это не нарушает фактов, то тогда вот такой подход к формированию истории, он гораздо, конечно, более способен дотянуться до аудитории. Это не значит, что терминов, например, не может быть вообще, и что эти термины не могут быть никак объяснены. Это, опять же, творческая задача, с одной стороны, журналиста, пишущего тексты. Поэтому, конечно, одна из рекомендаций – смотрите, читайте и дружите с теми людьми, которые умеют хорошо писать тексты про это. Даже просто для того, чтобы они вам сами могли посоветовать. И, вот, например, в данном случае это большая статья, которую Светлана, по ее собственному признанию, писала полгода, разбираясь в разных аспектах. Ну, вот в данном случае речь об аутизме. И ей самой пришлось очень-очень много перелопатить разного рода информации. Фактически она действовала методами расследовательской журналистики. И, к сожалению, вот те успешные варианты текстов, которые сейчас можно увидеть, распространенных в широкой печати, то есть те, которые разошлись широко, и правда их прочитало много человек, они требовали от себя, ну, очень большого труда от журналиста. Да, вот, на уровне просто, так, к сожалению, пока этого не происходит. И когда такого рода информации, такого рода статьи появляются в СМИ, конечно, они, ну, поднимают некоторые интересы, некоторую волну. И вот тут еще один вариант и один совет, да, вы можете прицепиться поездом к такого рода материалам. Вообще, очень успешно развиваются контенты у сайтов общественных организаций, когда мы особенно региональные какие-то анализируем. Есть такой хороший прием, когда вы увидели, что где-то, неважно где, это в федеральной печати, в региональной, но вышел какой-то материал по вашей теме. Вы, конечно, не можете его из авторских прах взять и опубликовать, но вы можете написать о том, что он вышел, и рассказать, почему он вам понравился, или как-то к нему соотнестись, и прокомментировать, и продолжить эту цепочку. И таким образом, вот этот вот такой формат, прицепившись к поезду, да, может сыграть вам на руку в данном случае. Еще один момент, на который хочется обратить внимание, это лексика. Лексика, которую мы используем в отношении разного рода, да, там, к категории лиц, и здесь есть некоторые моменты, которые просто подтверждаются, например, учеными-лингвистами. О том, например, просто как наш язык, как мы с вами готовы или не готовы воспринимать какие-то слова. Ну вот, например, совершенно там доказано историками, историками лингвистики, можно я так выражусь для простоты, вопроса, что в русском языке не совсем, и в принципе в языке не совсем приживаются хорошо эмоционально окрашенные термины. Вот если, например, термин «солнечные дети», да, который мы возьмем, который сейчас уже более-менее начинает широко использоваться, тем не менее он несет в себе определенную смысловую эмоциональную нагрузку, которая может, например, порождать в себе неоснованные стереотипы. Ну, там, любой ребенок с синдромом Дауна обязан быть солнечным. Ну, а если он вдруг вот в этот момент не солнечный, то что? То у нас рождается другой стереотип, это какой-то не такой ребенок. Особый ребенок. Каждый ли ребенок с инвалидностью или с каким-то недугом должен быть особым? Он обязательно должен вот прям блистать способностями что-то делать. Смысловой термин, который мы используем, тоже часто с собой подменяет, да, понятие из термин «нужно быть аккуратней». Когда вы сами пишете о какой-то деятельности общественных организаций или о проблеме, да, и когда это читает журналист, вот на этих, на таких вот узких местах, как термины, лексика, начинается вот непроходимость, да, вот там вот начинается вот эта вот завязываться история про то, что, ммм, а вот что имели в виду, как возьмем мы этот материал или нет. Вот «Дети бабочки». Недавно у нас был прекрасный круглый стол. Как раз Максим Крангауз, один из лингвистов, он тоже подтвердил наши собственные догадки, что это один из самых удачных терминов, которые используют в данном случае смысловую метафору. И эта смысловая метафора относится, в общем-то, не к эмоции, а к тому, в чем заключается суть этого заболевания. И поэтому вот такого рода, например, лексический термин, он лучше приживется в языке, чем какие-то другие. Ну или еще, например, такие вот штуки, как вот, извините, но мне встретилось, правда, это слово. Вот представьте себе, да, нам пришел релиз из региона, не буду говорить, из какой организации. И там, значит, в том числе и в этом релизе была цитата, в которой посетитель какого-то, там, по-моему, была фотовыставка, еще что-то, посетитель вот этого мероприятия рассказывает эмоционально о том, что он увидел. Просто человек, ну не знаю, с улицы, не с улицы, ну вот посетитель, не сотрудник некоммерческой организации, никто. И вот он использует этот прекрасный термин, да, там, в данном случае, муковисцидозник. Да, почему, ну, понятно, ой, слух режет и так далее. Но, вы знаете, почему так происходит? Потому что у нас, правда, есть это уже особенность русского языка, что для нас важнее термины существительные. И мы все пытаемся упаковать. Чем длиннее фраза, в которой вы рассказываете и описываете, неважно, что диагноз или какое-то состояние, тем меньше у нее шансов войти в обиход. И поэтому, если вы не хотите, чтобы появилось вот это, да, то, соответственно, какой-то эквивалент, который вы бы могли порекомендовать и запустить, более короткий. Более короткий, чем, например, вот, например, фраза, да, человек с ограниченными, да, который сейчас активно продвигается и который, вроде как, начинает использоваться даже в какой-то официальной речи, его очень сложно применять в быту журналистам, людям, вообще работающим с текстами. Ужасно сложно. И сложно на слух. Нам с вами сложно, потому что наша с вами вот так вот, лингвистическая история устроена таким образом. И последнее, на что я хотела вот в рамках такой короткой штуки обратить внимание, ну, конечно, об этом много говорили, про истории героя. Конечно, наиболее удачные варианты публикаций и распространяемые такие вирусные штуки, которые распространяются хорошо в социальных сетях, они основаны на историях. И когда вас начинает цеплять что-то, сразу цеплять, и когда там появляется герой, тогда, скорее всего, ваш материал дочитают до конца. И в данном случае, как обычно кажется, ну да, это работа журналиста, работа профессионала, он должен прийти, посмотреть и вам сказать, я хочу побеседовать вот с этим, и это вот мой герой, я из него там сделаю. Но если вы занимаете проактивную позицию, вы таким же образом можете формировать вот этот спрос на какого-то определенного героя, и таким же образом формировать, например, спрос на какого-то определенного эксперта. Растите из себя комментаторов и находите своих героев вот в том кругу, в котором есть. Если вы запускаете об этом историю в социальной сети, есть шанс, что на основе этого можно рассказать, будет какую-то историю про, уже не историю, а какую-то информацию передать про заболевание. Ищите героев, растите экспертов и дружите с журналистами. И тогда, возможно, будут появляться вот такие удивительные медийные продукты, как фильм Романа Супера «На кончиках пальцев». Вот, все. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова